Благодарю вас за вашу прекрасную танец. Ничего, никакой танец. Ничего, никакой танец. Only how can you please to Krishna. So she tries, Krishna, Dev, Baba, Bandha, Bandha. You know, this Krittana is telling how Krishna's glory. Who is the Krishna? How very, very great personality tries. You know, take darsana to him. But even he cannot take darsana of this. It's the stove of this leg, feet. You know, he did darsana, he's a very, very great. And he had real. So if he tries to acting about this thing, it's very good. Nice. Rаньше, в Индии, все танцы, которые были, все были посвящены только Krishna. Они были все в сознании Krishna и служили только для утворениящи Krishna. Предная попыталась показать в этом танце настроение важное. Широпа, Гасами, Кришна, Даруба, Баван Тамбанды. Можно было даже видеть там элементы, когда она изображала Брава, который медитирует на лотосместопа Багавана. Ему трудно это дается. Yes. And this is our tradition. You know, they are going to Golog and Vrindavara. This is our tradition. Yes. They are healing. Our activities. If you, you know, this material world. They are bad music. They are dancing. Some mundane dance. This fruit is useless, you know. Yes. But if somebody dance for Krishna, how Krishna became pleasure, then this is the success of this dance. Yes. But when someone dance for Krishna, for Krishna, for Krishna, for Krishna, for Krishna, such a dance will bring us to God. And see, Indumahini, she tries to, you know, first understand, what this kirtana wants to tell. And try this all activity, you know. See, first he tries, what he tells this kirtana, to understand. There he tries to, you know, do this activity. This is meaning, she completely observed this kirtana. So, Indumahini, she could dance in the dance. And she needs to first think about the meaning of this bhajana, and then she can express it in the movement. So, you know, he will be filled with this kirtana. Yes. So, you know. So, until she tries to, like this Rukha Goswami, how many-many bhaktamina haki, many-many nice kirtana. She tries to, you know, by this kirtana, You have to do some dance time to time. in time you can, it's time to time to try to move this dancin Sono School of Science. So, you can, by then... In time time you need to try to lay down the dance. Like that? Yes. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Небольшое строение, где он жил, совершал все баджану, склонен Гавардхана. И наш Ср. Удав, когда он был праздником и начал в благословении Браджаваси, он также взял в форму грязи с Ср. Грирас Гавардханом. Нарадхараси, когда он слышал в праздник, он также сказал, как он может уйти в Браджаваси, он также взял в селдер с Ср. Гавардханом. Удава, близкий друг Кришни, Зматхоры, Дваррики, принял приближение Усконного Гавардхана и стал травой на берегу озера, которое сейчас называется в честь его имени Удавакунда. Также великий Нарадамуни, святой мудрец, поселился Усконного Гавардхана, также принял приближение на берегу одной кунда и одного озера с желанием стать девушкой Враджан. Итак, кто из вас, Олчо Лашни, Гавардхана? Кто из вас, Олчо Лашни, Гавардхана? Хорошо. И кто из вас, Олчо Лашни, Гавардхана? А кто хочет? Самар Альбомник. Олчо Лашни, Гавардхана. Гирадж не является какой-то обычной горой. Он явился и сердце самой Шимати Радиги, об этом и говорится в Гарджа Самхити. Гирадж Гавардхана. Гирадж Гавардхана имеет очень много форм. Одна форма – Брахмаби Снамхи, где он сделал очень большое астеритие. Когда Радха Кришна говорит, что он хочет. «Брахмаби, я хочу вашего служения». Если вы берете муны, если вы берете пастырь, то будете делать вашу слudкую пасту. Наши жизни становится успешной». В результате Брахма, он берет в форму Брахмаби Санкт-кар. Он берет в форму Брахмаби Санкт-кар. Он берет в форму Брахмаби Санкт-кар. И когда Верховный Господь явился и спросил, что вы желаете, они сказали, мы хотим служить Тебе. И исполняя их желание, они стали, исполнив Кришна, исполнив Пожелание, они стали, Господь Брама стал Брама Парватом в Набаршаге, Шива стал Нандишвар Парватом в Нандагауне, а Вишну стал Гавардханом. Итак, это одна форма, другая форма – Кришна, Он был визу Гираж Гобардхана, Кришна был визу Гираж Гобардхана. И остальная форма – это Радхана Нтеля, Хантая, Хадри Абала Хадзаза Ваджям. И между Кришнах все деботи Гираж Гобардхани, Хадзаза Ваджям. Как можно сказать? Это было описание первой формы Гиража. То есть Гираж появляется в разных формах, Он сам Вишну. Вторая форма. Кришна принимает облик Гавардхана. Третья форма. Ее описывает Шримати Радика. Есть шлока в 10-й Песече Матбабхатам, где она говорит «Ты, Харидаса Вари, лучший среди слуг Хари». Есть три Харидаса, то есть лучшие слуги Хари. Есть три Харидаса, великих слуг Хари. Это Юдиштира, потом следующий по величине идет Удава, и наконец лучший среди Харидасов это Гавардхан. Гавардхан Махарай, это Ки-кар. Ки-кар. Его название Говардхана. Что значит Говардхана? Говардхана, это Гов, Гопи, Сенса, Бардхан. Говардхана. Его зовут Говардхана. Что это означает? Го — это подразумевает гопи, гопов, коров, чувства. Авара означает тот, кто служит им. Еще одно имя Гирираджа – это сарвабишта-прадата, то есть тот, кто исполняет все желания. Он настолько дорог Кришне, что когда кто-либо поклоняется Гавардхану, совершая парикраму ему, обходя его по кругу, в этот момент Кришна идет следом за этим человеком, за его спиной, и пытается понять для человека каждое движение души, что он хочет. Я исполню все его желания. Например, люди, которые хотят себе большой дом, в зависимости от того, сколько этажей они в этом доме видят, они приходят к склону Гавардхана и выстраивают из камней Гавардхан домики многоэтажные. И если кто-то хочет получить хорошую работу, они приходят к Гавардхану и просто берут камень Гавардхана и поливают его водой, молоком и другими, и другими благопятными жидкостями. И Гурдов сказал, что если вы хотите хорошего мужа или хорошую жену, то вам стоит тоже поклоняться Халму Гавардхана, тогда вы это получите. И Гурдов сказал, что все, что вы желаете, он с легкостью исполнит. И Гурдов сказал, что эти материальные вещи, он может легко сделать, что вы хотите. Но Гурдов сказал, что один из них, он также дает, но он думает, что это, если он хочет его служить. И вот этот Бхагдхан, если вы хотите дать Бхагдхан, то он также дает это, но он может немного думать, что он может сделать. Гавардхан с легкостью исполняет материальные желания, их не сложно исполнить, и для него нет никакой сложности это сделать. Но есть одно желание, которое Гавардхан также может исполнить, но он прежде десять раз подумает, прежде чем его исполнить. Когда кто-то хочет Бхакти, Кришне, служить Кришне, он десять раз подумает внимательно, прежде чем это дать. Да. Да. Если вы пришли на Индия, вы можете посмотреть тысячи и тысячи, большие люди, они привлечь в Бхагдхан и гюрибре. Аспешно в Бхагдхане. Бхагдхане, Бхагдхан, Бхагдхане, Пхагдхане, Бхагдхане и Бхагдане. Да. Кришне, Бхагдхане, Бхагдане, Бхагдане. в месяц или во время картика враты в священный месяц картики миллионы миллионы людей приезжают к ваттхана и обходят его я видел это просто непостижимо сколько их там они там идут и идут бесконечно они сам бариф на дым парикма лейдом некоторые совершают очень суровую по играм то есть они продвигаются ногами а полностью простиршись кладут камень перед собой встают узлы камня снова простирается и пить и пикет камень снова перед собой вот так вот они поют 24 километра вокруг гавардхана и грязи грязи махарад яки и и и и и кантель из паштайм махарад я садах поклонение холму гавардхана а однажды утром когда кришне было семь лет он обнаружил что мама что-то готовит причем в больших количествах очень много разных яст он подбежал к маме мама мама у меня сегодня день рождения нет сынок иди поиграй не мешай он подбежал к отцу отец скажи мне что здесь происходит отец все же говорит надо баба говорит иди поиграй отец не должно быть секретов от родных и близких секретов я же только от врагов а я же твой сын если вы делаете здесь что-то важное я должен потом буду повторить это я же наследую так сказать а ты царь я после тебя следующий как я смогу поддержать традиции если не понимаю чему суть и вообще откуда эта традиция взялась она в ее выдумали или она из священных писаний и тогда это баба сказал она очень логично что надо баба то есть она не из писания но он начал говорить а на самом деле это очень адекватная традиция почему нужно посмотри мы пастухи наш долг служить коровам мы им поклоняемся мы не заботимся коровам нужна трава трава растет когда есть дождь дождь дает индра поэтому поклоняемся громовержцу индре чтобы он давал дожди регулярно все очень просто и логично все эти явства которые ты видишь горы риса горы чайпати халавы озера сладкого риса все прочее покоры это все для него это называется индра пуджа кришна подумал сказал но мой отец разве над океаном и над горами не идут дожди и там никто не совершает индра пуджу никто не поклоняется индре а дожди идут что это значит не важно совершаете ему поклонение нет это просто его долг в конце концов он не просто подчиняется ведь это законы кармы если кто-то заслужил по закону кармы дождь дождь не должен быть он тоже подчиняется закону кармы он должен по закону кармы вам выделить дождь и он тут ни при чем он просто исполняет свою функцию если он не будет ее исполнять хорошо Кришна верховный господь извиняюсь найдет другого кто исполнит эту функцию так Кришна начал объяснять отцу они совершенства их традиции потом сказал вы хоть раз этого индра увидели вот вы ему предлагаете столько вкусностей вашему богу он хоть раз показал свое лицо личико нет ни разу тогда Кришна говорит не будет ли правильным не искать где-то кумиров далеко а посмотрите найти того кто у нас действительно заботится кто рядом и выразить ему благодарность и почтение например холму Гавардхана посмотри его отец ведь трава для наших коров растет лучшая трава растет на Гавардхане чистая вкусная вода ничет с его склоном сколько полезных минералов у холма Гавардхана сколько фруктов сколько мест для нас для игр для мальчиков Гавардхан для нас все поэтому и он мы его всегда можем видеть наш прекрасный Гавардхан поэтому мы должны выразить почтение ему поэтому я предлагаю давайте все эти вкусности предложим ему отец подумал другие пастухи подумали поскольку они очень любили Кришну они внимательно выслушали и поняли что речь Кришна разумна и они приняли его и так появилась традиция поклонения холму Гавардхану Кришна объяснил прежде чем поклоняться холму Гавардхану нужно выразить почтение коровам браманам а потом предложить все эти яства к холму Гавардхану и когда дошло момент непосредственно предложение всех этих яств Холму Гавардхану тогда по воле Кришны огромный образ Гавардхана проявился то есть тоже в облике Кришны только с огромными руками и он начал кушать все эти яства которые мы предлагали и он просто выпивал озера сладкого риса напитков съедал горчи пати риса халавы пури все это поедал очень быстро все опустошил и начал громким голосом говорить Анна Йорь Анна Йорь решить несите еще несите еще а он все что не приготовил уже было сильно тогда иначе просто нести пхову то есть в смысле мешки риса мешки гороха сахара и всего прочего там то есть необработанный продукт он все это съедал и в конце концов амбары опустошены там уже по соседам не поскребешь все пусто а он все кричал Анна Йорь Анна Йорь несите еще еще и так Кришна взял листочек туловеси он сказал Гавардхану мы лишь бедные пастухи что мы можем тебе предложить он предложил ему листочек туловеси и когда Гавардхан съел он сказал триптос ми я удовлетворен в тот момент когда Гавардхан опустошал все маду мангал близкий друг Кришне сказал Кришне о Кришне знаешь сын другу было веселее просто у него так много оставалось вкусностей но когда Гавардхан сказал триптос ми он же Гавардхана он увеличивает все что ему предложено он отдает сторицей то что ему дано поэтому вскоре появилось еще больше вкусностей яс и когда маду мангал все это увидел он сказал о Кришне что ты мне заранее предупредил я ему принес больше так появилась Гавардхана пуджа а еще Кришна сказал тот кто не поклоняется Гавардхану так как я это описал их будет жалить змеи материальных желаний потом они устроили обход Гавардхана сначала шли коровы браманы потом пастухи потом мальчики с которыми шел Кришна потом шли старшие женщины потом юные гопи девушки в раджа когда они обходили Гавардхан Шимати Радхана которая шла в конце процесса вместе с девушкой она подумала эх вот если бы мой возлюбленный Кришна Кришна коснулся меня я бы сразу же понял что он меня любит как только она зажил как только она пожелала этого Кришна понял сердце своей возлюбленной подумал о вообще мать ради какой что ты коснулся ее ну как он находится в середине процессе среди мужской половины она в конце женской половины там не разрешено смешиваться по законам медического времени мужчины и женщины так легко не смешиваются но Кришна очень смешенный потом он взял своего теленка накрутил его хвост направил к торпеду туда с собой конец женской половины с такими глазами теленок рванул к шлемати Радхан и Кришна ему теленок теленок ловите ловите подбежал к шлемати Радхан улыбнулся коснулся и убежал шлемати Радхан был счастливый о мой возлюбленный знает мое сердце он любит меня но поскольку Гвардхана Паринграма это не одна минута обхода это 24 километра сейчас в те времена еще больше сколько это время снимает за это время Шимати Радхан начал думать как я могу жить не созерцая Кришну мои глаза бессмысленны бесполезно с него будет Кришна вот если бы мой возлюбленный как-то устроил так чтобы могла видеть его лицо их разделяет огромное пространство заполнено людьми и они не дают возможность видеть Кришну но Кришна почувствовал желание своего возлюбленного и он придумал следующее он взял свой апостол пастуха очень ловко его подкинул и высоко подпрыгнул и развернулся улыбаясь Шимати Радхан и она смогла его видеть потому что уже никто не стоял между ними так она получила даже на Кришне даже в момент этой процессии так очень весело прошла это парикрама вокруг Гавардхана и это то что будет сейчас происходить мы будем обходить Гавардхан вот с теми подношениями которые там стоят и петь Кирну проследующий Гавардхана когда будете говорить Гавардхан очень внимательно следите за своими желаниями что вы хотите а то повторяйте Харе Кришне махар мантру подойдите к Махаражам он даст вам четким